Напомним, по версии следствия, Анжела Барышева систематически избивала своего 10-летнего сына. Более того, два месяца мальчик был фактически брошен на произвол судьбы. Ребенок жил один в частном доме в деревне Пушкино Калининского района. Не ходил в школу, все свободное время посвящал уходу за десятками собак. По словам соседей, мать жестоко наказывала ребенка за малейшую провинность. Мы слышали и крики, и избиение ребенка. Непосредственно есть свидетели, и моя сестра, и мой отец. Мы слышали, но я подходил к дому посмотреть, то есть постоянно висел замок. И по факту, ну, ребенка днем не было слышно, но он находился всегда под замком. Он, ну, сказал... То есть мать его запирала, да? Запирала, да, не выпускала и боялась согласки, то есть. После того, как соседи обратились в полицию, ребенок был доставлен в Калининскую ЦРБ, а нерадивую мать взяли под стражу. В отношении Барышева возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Истязание заведомо несовершеннолетнего и неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Следственными органами также была проведена проверка в отношении инспектора по делам несовершеннолетних Калининского района. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Установлено, что инспектор ОПДН по Калининскому район обладал информацией о неблагоприятной ситуации для ребенка в семье еще с марта 2015 года. Когда мальчик сбежал из дома, инспектор не принял необходимых мер, но учет данную семью не поставил. Тем самым не провел профилактику совершения аналогичных действий, которые в результате привели к истязанию мальчика. Дело Анжелы Барышевой рассматривается в Калининском районном суде. Процесс закрыт и представители СМИ на него не пускают. На этом настоял адвокат подсудимый. Помимо уголовной ответственности, заводчица собак грозит о лишении родительских прав. Органы социальной опеки направили в суд соответствующее исковое заявление. Сын Барышевой уже четвертый месяц находится в приюте. Изначально предполагалось, что ребенка заберет на воспитание отец. Родители мальчика в разводе. Однако, как рассказала мать подсудимой, намерения отца так и остались намерениями. Впрочем, нет полной уверенности в том, что мальчика отдадут под опеку бабушке. Мать Анжелы Барышевой вполне преклонного возраста. Да и условия, в которых проживает женщина, далеки от идеальных. Дело заводчицы собак получила в Твери широкий общественный резонанс. Пользователи интернета возмутили не только условия, в которых пришлось жить несовершеннолетнему сыну Анжелы Барышевой, а также применяемые к нему суровые воспитательные меры. Многих буквально шокировало состояние собак, содержавшихся в питомнике в деревне Пушкино. Животные были серьезно истощены, некоторые больные. Как нам стало известно, более 20 собак по письменному согласию Барышевой передали членам инициативной группы по защите животных. Их вылечили и стерилизовали. Около 10 собак уже пристроили в частные руки. Остальные содержатся в приюте в больших перемерках и ждут новых хозяев. Денис Ренов, Виталий Осипов, Рентовый пилот.